Люди, которые не сдаются. В Карачаево-Черкесской республиканской организации Всероссийского общества слепых отметили Международный день слепых людей. Кто принял в нем участие о людях, которые не видят всех красок окружающего мира и нуждаются в нашем внимании и понимании, расскажет Альбина Ламкова. Ивану Гебгарту 85 лет. Он в годы политических репрессий вместе с близкими вынужденно покинул родные края. Вывезли семью в Томск. Прибыв на место, совсем через малый промежуток времени заразился корью. Для него эта болезнь стала точкой невозврата к прежней жизни и к ее ярким краскам. Зрение с каждым днем ухудшалось. И в пять лет Иван Григорьевич полностью ослеп. Но на незрячую жизнь, а тем более на возраст, он не жалуется. Любит прогулки и чтение специальных книг. Не чувствую себя, что мне 85. Работал в Томске много лет, был музыкальным работником. Вообще кончал по классу баян. Ну и на фортепианте играл. Иван Григорьевич, возвратившись из Томска, возглавил региональную организацию инвалидов общества слепых. Руководил ею 15 лет. Я когда пришел, ни у кого никаких льгот не было. А ушел, 0,50% их освободили от уплаты за все коммунальные услуги. К быту Ивану Григорьевичу помогает внучка, есть правнуки. На мероприятия в общество слепых всегда приезжает с большим удовольствием, зная, что будет общение и концерт. Тем более, что музыкальные номера всегда дарят отличное настроение и нотки радости, говорит он. Действительно, в обществе слепых царит атмосфера уюта, добра, взаимопонимания. Отметил в своем обращении министр труда и социального развития республики Руслан Шаков. В повседневной жизни вы подтверждаете, что даже с этой проблемой можно достойно жить и наслаждаться жизнью. Пользуясь возможностью, я еще раз хочу поблагодарить и Сергея Матвеевича за большую и активную работу по защите ваших интересов, за то, чтобы вы повседневно чувствовали себя равными среди равных. В республике более трех тысяч инвалидов по зрению. Большинство из них члены Всероссийского общества слепых. Руководит организация Сергей Дубовик. Он выразил благодарность за помощь, которую они получают от государства и просто неравнодушных людей. Пожелал всем в Международный день слепых жить верой в чудо, дарить миру добро, как это делают члены общества. Для гостей организовали и выставку. Выражая состояние и фантазию авторов, она впечатлила всех большим разнообразием. Были представлены картины, вышивки, вязания, мягкие игрушки и многое другое. Все поделки изготовлены с любовью и большим мастерством. Альбина Ламкова, Олег Молхожев, Вести Корчаева, Черкесия.